Спортсменка, сибирячка и просто красавица. Такими эпитетами можно охарактеризовать российскую сноубордистку Алену Заварзину. К 28 годам девушка добилась немалых успехов в спорте. На ее счету медаль Олимпиады, проводимой в 2014 году в Сочи, звание чемпионки мира и мастера спорта России. Алена покорила не только спортивные трассы. Своим сильным характером и женским обаянием она очаровала американского коллегу, сноубордиста Вика Уайлда, который сейчас является ее мужем. И сегодня в нашем выпуске Звездонутых ТВ речь пойдет именно о ней. Родилась Алена 27 мая 1989 года в Новосибирске. С детства девочка отличалась напористым характером и родители решили привить дочери любовь к спорту. Когда Алене исполнилось 5 лет, мама отвела ее в секцию художественной гимнастики. Но в середине 90-х достать нужное количество специального инвентаря для занятий было непросто, поэтому вскоре вместо гимнастики девочка занялась плаванием. Больших успехов в бассейне Алена не показывала, но зато всерьез заинтересовалась сноубордом. В снежном сибирском городе были все условия для занятий. Тем более, как признается сама Алена в интервью, занятия на сноуборде она не воспринимала как тяжелый спорт. Это было для будущей чемпионки скорее увлекательное хобби. Впервые на доску Алена встала в 10-летнем возрасте. Начинала спортсменка с дисциплины под названием Big Air. Спортсмен, разогнавшись, выполняет прыжок с трамплина, в процессе совершая различные трюки. Это зрелищный вид спорта, а баллы участники получают за сложность выполненных элементов. Спустя год Алена продолжала заниматься сноубордом, но перешла в смежные скоростные дисциплины, сноуборд-кросс и параллельный с лалом, в том числе гигантский. На соревнованиях Заварзина дебютировала в 17 лет. В 2006 году девушка отправилась побороться за Кубок Мира в Нидерланды. Но тогда о больших достижениях говорить еще было рано. Спустя два года Алена узнала вкус первых побед. Она вошла в тройку лучших на юниорском чемпионате мира и в соревновании на Кубок Европы. Через год спортсменка продвинулась ровно на одну ступень. В ее арсенал попало заслуженное серебро чемпионата мира и второе место на Кубке Европы по дисциплине параллельный гигантский с лалом. Дальше были победы на этапах США и Канады, выступления в России и Австрии. Близилась первая Олимпиада в спортивной карьере Алены Заварзиной и игры 2010 года в Ванкувере. Настрой спортсменки был очень положительный, город и трасса были ей хорошо знакомы, мастерство катания на сноуборде росло с каждым соревнованием. Как вспоминает сама Алена, день выступления на Олимпиаде не задался с утра. У кого-то из сборной возникли заминки с документами и автобус со спортсменами сильно задержали. Настрой был нервозный, Заварзина боялась попросту опоздать на старт. Во время спуска, выбрав не лучшую тактику, Алена не успела опомниться, как пришла к финишу под номером 17. Таким образом, сноубордистка не прошла и в одну восьмую финала. После такого неудачного выступления девушка еще несколько месяцев приходила в себя. Тем не менее, спортивный характер не был сломлен и спустя год в январе 2011 года Алена Заварзина завоевывает золотую медаль Чемпионата мира, участвуя в спуске на сноубордах по параллельному гигантскому слалому. За эту и другие заслуги на родине ей присуждают звание «Заслуженный мастер спорта России». Теперь уже именитой спортсменке предстояло готовиться ко второй Олимпиаде. Для всей российской сборной она была особенной, ведь соревнования 2014 года проходили на территории России в Сочи. Но, конечно, путь к победе непрост. Алена столкнулась с серьезными травмами. Перед началом тренировочного сезона появилась грыжа позвоночника. Лечил ее врач сборной по фигурному катанию, который также занимался и проблемами со здоровьем Евгения Плющенко. К зиме Заварзиной стало лучше, до Олимпиады оставались два месяца. Но тут, по досадной случайности, во время подготовки Алена ломает руку. Девушки делают срочную операцию, но участие в Олимпийских играх остается под вопросом. И все-таки Алена решается на участие и не зря. Борясь до последней секунды в параллельном гигантском слаломе, Заварзина показывает третий результат и становится бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года. За результаты в играх в феврале 2014 года Алена Заварзина получила орден «За заслуги перед Отечеством второй степени». Все поклонники сноубординга хорошо знают не только Алену, но и ее мужа Вика Уайлда. Родился Вик в США в 1986 году. С детства занялся спортом, катался на сноуборде в тех же дисциплинах, стоя Алена. Пара познакомилась в 2009 году во время Кубка мира в Голландии. Их дружба длилась три года, а потом переросла в нечто большее. Отношения пары развивались стремительно, и спустя четыре месяца после начала свиданий Вик и Алена поженились. Свадьбу сыграли летом 2011 года в родном городе невесты Новосибирске. Тогда же Вик обзавелся не только русской женой, но и задумался о российском гражданстве. Год спустя спортсмен получил новый паспорт, где уже русскими буквами было написано «Виктор Иванович Уайлд». Фамилию нового гражданина России переводить не стали, иначе она бы звучала как «Дикий». С тех пор Вик и Алена стали жить вместе и готовиться к Олимпиаде в Сочи. Они оба представляли на соревнованиях Россию и оба принесли стране медали. Алена – одну бронзовую, а Вик – две, да еще и золотых. Радости пары не было предела. Только покинув трассу, Алена узнала о победе мужа. Тогда журналисты запечатлели на видео, как девушка прыгает от счастья, даже не сняв с ног сноуборд. В настоящее время Алена – счастливая жена. Вместе с Виком они посещают разные мероприятия, проводят мастер-классы по катанию и, самое главное, участвуют в соревнованиях. Спортивная карьера сноубордистки в разгаре. Спустя год после Олимпиады в Сочи Алена получила серебро на чемпионате мира, а в 2017 году – бронзу. Поклонники спортсменки следят за ее жизнью и достижениями на странице в Инстаграме. Многие восхищаются красотой девушки, кто-то ее спортивным телосложением. Рост Алены – 176 см, а вес – 65-67 кг. А кто-то – жизнелюбием и позитивным настроем. В социальных сетях девушка часто выкладывает фотографии с тренировок и соревнований, а также кадры из личной жизни. Часто появляются совместные снимки с мужем, не забывает Алена и семью. Поклонники радуются кадрам, где девушка с папой и бабушкой. О детях пара пока не задумывается, так как оба хотят продолжать спортивную карьеру. За спортивные заслуги Вика и Алена получили дом в Подмосковье. Но там еще предстоит делать ремонт и отделку. Семья сейчас живет в съемной квартире в центре Москвы, так удобнее посещать тренировки. Ну что ж, друзья, на этом все. Если ролик был вам интересен, поддержите нас лайком, не забудьте оформить подписку на канал и посмотреть другие ролики на канале. Скоро вернемся с новым выпуском. До встречи и пока!